приветствую друзья на канале обучения и саморазвития многие люди в том числе и ученые часто говорят что секс приносит человеку разрядку удовлетворение и даже здоровье а вот когда лучше и полезнее заниматься любовью ночью или утром не говорит практически никто поэтому сегодня мы обсудим чем полезен утренний секс в какое время лучше заниматься сексом а также выясним почему для интима утро выбирают в основном мужчины что такое секс не будем дотошно описывать процесс полового акта но в итоге говоря сексе понятно что занятие любовью в любом случае позволяют активно провести время и получить такое нужное для поднятия настроения удовольствие человечество знает много источников обеспечивающих нас радостными мгновениями один из них это секс во время интимного процесса происходит выработка гормона эндорфина который обеспечивается людям приподнятое настроение сексуальные пробежки прекрасно тренируют мышечный корсет во время занятия любовью интенсивно сокращаются почти все группы мышц так организм получает необходимую физическую нагрузку и укрепляет свое тело интим снимает напряжение хотя и добавляет усталости но усталость приятная под воздействием гормона радости в какое время лучше заниматься сексом для сексуальных игр подходит любое время суток для одних пар самым удобным временем для интима считается вечер а для других ночные часы а некоторые так валятся с ног по вечерам а ночью предпочитают выспаться что для секса остаются только утренние часы мы не можем в таком интимном деле отдавать приказы да и точно ученые еще не выяснили в какое конкретно время суток лучше заниматься сексом но мы можем обсудить преимущество утреннего секса польза утреннего секса многим лень утром рано вставать и заниматься зарядкой вроде известно что это очень полезно что так надо заводить после сна свой отдохнувший организм но а вот от утреннего секса разве сможете вы отказаться секс как утренняя зарядка по сути чем плох секс заменяющий зарядку это вам не нудные пробежки приседания или отжимания а физическая нагрузочка аналогичная интенсивно работают мышцы организмов обоих партнеров да не просто нагружаются активно тренируются сексологи кстати советуют заниматься сексом именно в утренние часы после ночного сна организм замечательно расслабился отдохнул и готов к новым интимным сражениям утром так необходимы гормоны радости получите эндорфин в утренние часы значит зарядитесь положительной энергией на весь день настроитесь на плодотворную работу обеспечите себе профилактику от стрессов как договориться да здесь важно учитывать и жизненные биоритмы если оба партнера предпочитают вставать рано то нет никаких вопросов здесь видны только плюсы мужчина и женщина получат свою дозу эндорфина поднимутся на вершину удовольствия запрограммируют себя на позитив и отправятся покорять мир да такая схема подходит и для двух сов а вот если у партнеров разные биоритмы и один встает с петухами а второй нежится в постели до обеда то тут от предложения интима может разгореться не огонь страсти а подготовиться почва для ссор и скандалов а вот когда секс утром произошел по обоюдному согласию то и получится обоюдная выгода и максимальная польза конечно вы можете сказать какой секс в утренние часы надо бежать на улицу чтобы выгуливать собаку торопиться на кухню чтобы приготовить завтрак для всей семьи а при этом еще себе уделить внимание чтобы хоть умыться на бегу да причесаться это важный вопрос но есть же выходные дни время отпусков и праздников вот тут-то и можно оторваться по полной программе и получить массу удовольствия от утреннего секса да когда опаздываешь на работу и постоянно сверяешься со стрелками часов во всех комнатах то тут недоинтима а вот когда никуда спешить не надо то утро прекрасная пора для занятий любовью надо сказать еще об одном нюансе утром наш внешний вид далек от идеала вас могут смущать заспанные глазки отекшие веки неприятный запах изо рта но это не проблема для того чтобы умыться много времени не понадобится любящий партнер немного потерпит чтобы затем подвести вторую половинку к пику удовольствия небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем плюсы и минусы ночного секса многие пары предпочитают для секса выбирать ночные часы но здесь можно найти при достаточно минусов природа в ночные часы отдыхает а не работает так зачем нарушать природные законы и активно трудиться ночью когда натруженному организму придется вступать в активный физический поединок нагрузка уставшего организма приведет к утрате всех энергетических запасов а восполнить силы уже будет некогда ведь потратилось время на сексуальные игры в таком ритме энергия не восполняется силы убывают а на следующий рабочий день вообще нет силенок вы будете спать на рабочем месте они отлично выполнять свои функциональные обязанности всегда можно найти и минусы и плюсы занимаясь сексом вечерние часы вы отдаетесь только интиму помните о средствах предохранения никуда не торопитесь можете долгое время уделять прелюдии устроить романтический ужин при свечах станцевать ногами поиграть в кошки-мышки или стать на время стриптизером или станцевать танец живота в темное время суток даже скромницы могут стать более уверенными и открытыми идеальное время для секса может быть только на бумаге да и в какое время лучше заниматься сексом еще может зависеть от конкретного человека и вашего образа жизни каждая пара сама принимает правильные решения и выбирает комфортное время но кстати еще существует мнение что мужчины чаще для сексуальных игр выбирают утренние часы почему для секса мужчины выбирают утро научно доказано что утро хорошее время для интима а почему в большинстве случаев на секс по утрам соглашаются мужчины они женщины дело не в капризах милых дам а вот клики гормональной системы мужского пола и так почему же мужчины любят утренний секс больше чем женщины все просто перед пробуждением утренние часы тестостерон поднимается к своим максимальным показателям на уровень мужского гормона влияет активная деятельность гипофиза тестостерон отвечает из-за возбуждения женского организма но этот гормон не повышается у девушек в утренние часы а находится в этот период в спокойном состоянии гармонируя с эстрогеном в женском организме происходит выброс тестостерона но это зависит не от времени суток от процесса менструального цикла пик возбуждения будет в средней фазе менструального цикла а спад придется на начало женская сексуальность повышается и в период ожидания приближающегося интима тогда тестостерон вырабатывается в нужном для полового акта количестве есть достоверные данные о том что после длительной разлуки с любимым зная о его возвращении половой гормон повышается за сутки до приезда второй половинки почему же женщины предпочитают заниматься любовью ближе к вечеру все естественно ведь уровень тестостерона к ночи у женщин становится выше а у мужчины наоборот падает но это тоже не очень большая проблема ведь у мужчин количество полового гормона меняется и после активных занятий спортом достаточно получасовой физической нагрузки чтобы увеличилось количество тестостерона влияние музыки на секс музыкальные произведения влияют не только на коров повышая количество молока после тяжелых трудовых дней полезно и расслабиться под аккорды любимой мелодии но здесь тоже есть разница между женщинами и мужчинами прослушивание музыки повышает либидо у женщин а вот расслабленный мужчина годен только на объятия с подушкой хотя быстрая музыка может привести и к противоположному эффекту воздействие телепередач мужской организм легко возбуждается не только в утренние часы но и после просмотра спортивных передач по телевидению тестостерон зашкаливает если побеждает команда за которую болел молодой человек а вот дамы реагируют на другое действие для них важно не констатировать успехи других а самим активно принимать участие в спортивных играх и интересных состязаниях вот тогда женщины способны загораться от интимных ласк утро прекрасная пора для секса но для женщин важно чтобы она выглядела идеально а утренние часы трудно быть привлекательной если леди не нравится свой внешний вид то ее либидо исчезает вовсе в природе существует много факторов влияющих на появление физического притяжения чтобы секс стал сладким и максимально полезным для вашего физического и ментального здоровья мало правильно выбрать время до утренний дневной секс скорее всего более полезен чем секс ночью учитывая биологические часы человека но на сто процентов какое время лучше заниматься сексом именно вам об этом точно никто не знает поэтому будете вы заниматься любовью утром днем вечером или ночью не так важно главное чтобы вы участвовали в интимных играх по обоюдному согласию и заботились не о своем удовлетворении об удовлетворении второй половинки поэтому советую вам еще прочитать статью о том как правильно заниматься сексом и даже как нужно заниматься сексом для духовного развития но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра а